В государственной регистрационной службе были введены значительные льготы для граждан. Один из них – при регистрации и перерегистрации транспортных средств. Раньше для выплаты средств сначала стояли в очереди в кассу, а затем выдавалось только свидетельство. Теперь у посетителей появилась возможность оплатить через мобильное приложение и сразу получить транспортное удостоверение. Государственные учреждения УНА при Министерстве внутренних дел запустили QR-код по оплате за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств по QR-коду. То есть, если у граждан в мобильном телефоне имеется приложение РСК-24 или Л-карт, то они могут оплатить за услуги прямо с телефона. Кроме того, если кыргызские мигранты потеряли водительские права или хотят его сменить, им необходимо обратиться в посольство, где подготовить фотографии и необходимые документы. Вы можете снова получить новые введительские права, находясь за границей. С тех пор, как государственное транспортное учреждение было передано Министерству внутренних дел, оно приобрело функции проверки автошкол. Для будущих водителей также проводятся специальные часовые занятия. И по водительской части тоже у нас полностью автоматизировано, то есть, начиная с сдачи экзаменов по выдаче водительских удостоверений. И на сегодняшний день те граждане, которые находятся за границей, они могут, там же находясь в Российской Федерации, допустим, могут получить водительское удостоверение. То есть, заменить и замена, и утеря водительского удостоверения, они могут там в посольство обращаться и могут получить водительское удостоверение там. Курсанты заканчивают автошколу и сначала сдают экзамен по теории. В назначенное время они должны правильно ответить на 20 вопросов и сдать практический экзамен. По словам специалиста Бишкекского городского отдела государственного учреждения, перед тем, как сесть за руль, каждый курсант должен сдать экзамен по правилам дорожного движения. Поэтому мы требуем, чтобы будущие водители улучшили свои знания и хорошо разбирались в правилах, говорит он. Когда экзамен практики принимаем, значит 8 этапов, из 8 этапов, если 2 ошибки, 3 ошибки сделали, значит они не сдают. Если не сдают, значит они через 10 дней заново приходят здесь и заново пересдают. Ну, когда экзамен принимаем, значит 8 этапов у нас, должны все 8 этапов сдать. Если после этого, если не сдал курсант, значит течение обратно приходит. Если еще раз не сдают, значит течение после теории 3 месяца, в течение 3 месяцев они должны сдать экзамен по вождению. При этом поступающие курсанты в случае провала экзамена имеют возможность сдать его повторно через 10 дней. Только хорошо разбирающийся в правилах дорожного движения водитель может сократить количество дорожно-транспортных происшествий. Перед тем, как сесть за руль, лучше всего знать правила.